Власти России и Беларуси под предлогом повышения обороноспособности двух стран-союзников проводят едва ли не крупнейшие, по оценке западных экспертов, военные учения с момента окончания Холодной войны. В то время как Минск и Москва заявляют о наличии в зоне маневров менее 13 тысяч военнослужащих, аналитики НАТО оценивают личный состав задействованных в учениях примерно в 100 тысяч человек. Ощущение излишнего ажиотажа добавляет маневрам тот факт, что они проводятся у западной границы обеих стран, в непосредственной близости от территории субъектов НАТО, Польши и государств Балтии. Представители военного командования Беларуси представляют дело так, словно Минску и Москве следует ожидать атаки со стороны Североатлантического альянса. С 17 сентября начинается второй этап учения. В ходе второго этапа будут отработаны вопросы управления войсками и силами в ходе ведения военных действий при отражении агрессии против союзного государства. Эти заявления могут быть маскировкой, сообщают иностранные наблюдатели. В ходе Запада 2017, указывают они, отрабатываются элементы вторжения на территорию вымышленных государств. При этом их описание очень напоминает Польшу и Литву, что вызвало сильную тревогу в Варшаве и Вильнюсе. Их лидеры напоминают, что перед агрессией России в Грузии и Крыму российские войска тоже проводили масштабные маневры. Мы видели учения, которые проводились 4 года назад и 8 лет назад. И нам вполне ясно, что они на самом деле отрабатывают вопреки официальным заявлениям. Частично, разумеется, они укрепляют средства обороны, хотя не знаю, оборона от кого. Но в любом случае мы видим ярко выраженный наступательный характер программы маневров, включая действия против Польши и стран Балтии. Стоическо и другие эксперты из Восточной Европы допускают также, что Россия может разместить значительный военный контингент на территории Беларуси. В Москве, говорят они, будет очень просто объяснить такой шаг, как адекватную реакцию на то, что НАТО передислоцировал в страны Балтии подразделения армии США. Однако аналитики в Соединенных Штатах уверены, что в нынешних условиях наращивать мощь Североатлантического альянса в Восточной Европе и быть в состоянии готовности необходимо. Я считаю, что мы должны настойчиво продвигать в НАТО идею взаимопомощи и сдерживания. Я думаю, план разместить в Европе дополнительно бригаду войск США, включая отдельные батальоны в странах Балтии, это движение в верном направлении. И я бы продолжал двигаться в этом направлении, чтобы дать Путину понять, если он не откажется от агрессивного поведения, НАТО начнет концентрировать на его восточном фланге все больше и больше военной силы. Учения «Запад-2017» завершаются в среду, 20 сентября. Но игра мускулами со стороны Кремля на этом не заканчивается. У дальневосточного побережья Российской Федерации уже сконцентрированы военно-морские силы России и Китая для проведения совместных маневров в Японском море. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время Америка. Вашингтон.